Четвертая книга Моисея Числа Глава двадцать восьмая И сказал Господь Моисею, говоря, — Повели сынам Израилевым, и скажи им, — Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, — Вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное, одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером, и в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина, выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу, и возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу сверхпостоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячие ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна, и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение — приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячье во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжение постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в четырнадцатый день месяца — Пасха Господня. И в пятнадцатый день сего месяца — праздник. Семь дней должно есть опреснаки. В первый день добудет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверхутреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждой из семи дней. Это хлеб, жертва приятное благоухание Господу. Сверх всесожжение постоянного и возлияние его должно приносить сие. И в седьмой день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна. И по десятой части ефы на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их, без порока должны быть они у вас.